Рот Стайгер. Биография карьера, личная жизнь. Голливудский актер Рот Стайгер посвятил кино ровно 50 лет своей жизни, продолжая играть до самой смерти. Он неоднократно номинировался на Оскар и стал обладателем этой премии в 1968 году. Детство и участие в войне имя будущего голливудского актера при рождении родни Стивен Стайгер. Он появился на свет весной 1925 года в небольшом городе Уистхемптон, США. Его родители были артистами, гастролирующими по стране с песнями и танцами. Фредерик Стайгер, отец мальчика, ушел из семьи спустя год после рождения сына, так что род Стайгер никогда не видел своего отца и почти ничего про него не знал. Его мать Лоран бросила карьеру артистки после развода с мужем и начала пить. Алкогольная зависимость матери и неблагоприятная социальная обстановка во всей стране вынудили рода бежать из дома в 1941 году и присоединиться к военно-морскому флоту США. Так, будучи подростком, он начал свое участие во Второй мировой войне. В роли торпедиста первого класса он участвовал в сложных военных операциях, с отвагой и честью соблюдая свою долготу. В сентябре 1945 года он был вынужден покинуть флот в связи с медицинским заключением об острой кожной болезни. Актерская карьера в 1947 году, придя в себя после военных действий и подправив свое здоровье, род Стайгер решил попробовать себя в качестве актера. Поступив на работу в театр и безуспешно сыграв в ряде спектаклей, он понял, что одного желания стать актером недостаточно и начал. Профессиональную театральную подготовку в Нью-Йорке В 1951 году он впервые пробует себя на сцене перед необычайно большой аудиторией, на сцене Бродвейского театра в спектакле «Ночная музыка». Дебют обернулся колоссальным успехом и подарил начинающему актеру множество восхищенных отзывов критиков. В том же году он получил и свою первую второстепенную кинороль, он сыграл Фрэнка в драме «Тереза». Спустя всего три года после впечатляющего дебюта Род Стайгер получает свою первую номинацию на кинопремию «Оскар» за роль второго плана в криминальной драме «Порту», где он сыграл отрицательного персонажа. В тот год статуэтку получил Эдмонд Абральон, но Стайгер не собирался сдаваться и продолжал покорять сердца зрителей. С тех пор за ним закрепился образ отрицательного героя, который он с успехом воплощал от фильма к фильму. Род Стайгер отличался тем, что старался вносить в свои роли намного больше человечного и живого, чем было изначально прописано в сценарии. Он старался тщательно продумать историю персонажа и максимально глубоко прочувствовать его характер. Реалистичность и искренность плохих парней в исполнении Стайгера, как ни странно, притягивали к себе порой больше любви и внимания, чем положительные герои. 1955-1960 года стали для актера крайне насыщенными. Он принял участие во множестве фильмов и сериалов, сыграл главные роли в картинах, тем тяжелее падение, убегая от жены и через мост. Но одной из самых главных его работ в этот период стала роль американского гангстера Аль Капоне в одноименном фильме. Несомненный успех и слава рода Стайгера были очевидны для всех, кроме самого актера. Он был категорически недоволен, закрепившийся за ним слава кинозлодея, но другие роли ему просто не предлагали. После триумфа Аль Капоне Стайгера уезжает из родной страны и пробует себя в киноиндустрии других стран, надеясь сломать там ненавистный стереотип. Он с успехом исполняет ведущие роли в итальянских драмах «Руки над городом», равнодушный и пришел человек и доктор Живаго, в которых он предстоит в совершенно непривычных амплуа борца за справедливость. Он решил, что достаточно доказал режиссер и продюсерам Америки, что может играть любые роли и был абсолютно прав. В 1964 году Стайгер сыграл в картине «Ростовщик», которую впоследствии назвал самой успешной ролью в его карьере. За свою работу он был номинирован на «Оскар», но заветная победа снова обошла его стороной. В 1967 году он вернулся на родину, где сразу получил десятки предложений. Теперь уже настала очередь рода Стайгера диктовать свои условия и выбирать только понравившиеся работы. Главным критерием выбора фильма был глубокий характер персонажа и его продуманная история. Он согласился на роль в криминальном фильме, повествующем о проблеме расизма «Полуночная жара», за что получил свою долгожданную золотую статуэтку «Оскар». За эту же роль он победил в премиях «Золотого глобуса» и «Британской киноакадемии». В 70-е годы Стайгеру стали интересны преимущественно исторические персонажи. Он воплотил в жизнь образ Наполеона Бонапарта в военной драме «Ватерлоу», «Муссолини» в фильме «Муссолини. Последний акт», роль Понтия. Пилата в сериале «Иисус из Назарета» и многие-многие другие. С 1980 года Рот Стайгер все реже стал получать главные роли в фильмах, а сами картины с его участием уже не были столь успешными. В 1994 году он даже получил антипримию «Золотая малина» за худшую роль в боевике «Специалист». Последней его работой стал спортивный триллер «Поединок» 2002 года «Выхода». Рот Стайгер умер в том же году от осложнений после приступа пневмонии. Личная жизнь знаменитый актер так и не смог найти в своей жизни время и место для долгосрочных и крепких отношений. Он вступал в брачный союз пять раз с Салли Гриси, брак Длиуса шесть лет, Клэр Блум десять лет, Шерри Нельсон шесть лет, Пала Элис одиннадцать лет. И Джоан Бенедикт Стайгер два года до смерти актера. От второго и четвертого брака у Стайгера есть дочь и сын.